Смотрите сегодня выпуски. Война со всем турецким привела к взлету цен на фрукты и овощи в Крыму. Кто должен нести ответственность за последствия блэкаута, мнение правозащитников? Константинов предложил называть крымских мальчиков генераторами. Переселенцы приглашают принять участие в конкурсе на лучший стартап. Цены на цитрусовые в Крыму поднялись в полтора-два раза. Мандарины по 100-150 рублей за килограмм, апельсины от 80 до 120, бананы по 90. При этом оккупационные власти призывают крымчан не покупать турецкое. То, что еще осталось на складах и на рынках. В столице полуострова провели целую акцию с призывами отказаться от всего турецкого. Эрдоган, президент Турции, поступил очень неправильно. Этот поступок можно назвать очень грязным. Это удар был в спину, во-первых, кому? России. Пропагандируем, бойкотировать всю турецкую продукцию, всю турецкую литературу. Все, что связано с турецким правительством. Как они к нам относятся, так и мы должны относиться к ним. На симферопольских рынках овощей и фруктов много. Правда, на ценниках теперь пишут, что мандарины из Абхазии, гранаты грузинские. Запасы турецких цитрусовых заканчиваются. Цены растут. Например, те же мандарины, которые теперь по 100-150 рублей, еще неделю назад стоили 60-65 рублей. Это на рынке. В супермаркетах и того больше 220 рублей за килограмм. То есть подорожание почти в 4 раза. От чего-то, наверное, нужно отказаться. Я думаю, что как-то не очень качественные овощи, фрукты. Думаю, наши вкуснее. Чтобы она на апельсины только в Турции. Не знаю, это большая политика, я тут обсуждать не могу. Потому что я считаю, виноваты оба. Это политика, и это решается на верхнем уровне, поэтому нам, простым людям, судить очень трудно, сложно. Понимаете, как так можно было? Ведь Турция была союзником России. Была. Что теперь будет, это только на высшем уровне будут решать люди. Кроме подорожания цитрусовых, можно отметить и закрытие турецкого бизнеса на полуострове. Так, в Симферополе уже закрылись два больших супермаркета «Шен», продававшие кухонное оборудование, посуду и мебель. В самой компании начались проверки. Столь активное внимание к предприятию со стороны контролирующих структур сотрудники компании связывают с российской политикой в отношении Турции. Ранее оккупационные власти заявили, что все инвестиционные контракты с Турцией будут расторгнуты. А ввоз продукции на полуостров запрещен. Напомним, дата закрытия российских границ для турецких товаров – 1 января 2016 года. Крымский блок-аут может грозить Украине взысканиями в случае, если приведет к гибели людей на полуострове, заявляют правозащитники. Энергетические блокады полуострова продолжаются вторую неделю из-за подрыва неизвестным электроопор в Херсонской области. Все это время Крым живет в условиях чрезвычайной ситуации. Украинские же власти пока не сделали ничего, чтобы ситуацию исправить. Как уверяют правозащитник Виссарион Асеев, именно поэтому, согласно практике международных судов, они несут ответственность за происходящее на полуострове наравне с Россией как оккупантом. Подрыв стратегических коммуникаций – это преступление, это безусловно. То, что это преступление не расследуется, это во-первых. То, что поставки электроэнергии не возобновляются, это во-вторых. Украина будет нести ответственность однозначно, если в связи с отсутствием электроэнергии с кем-либо что-либо там случится. Под особой угрозой в Крыму находятся пациенты больниц, отмечают в Крымской правозащитной группе. В большинстве больничных учреждений за счет генераторов обеспечиваются только операционные и реанимационные отделения. В остальные электричество подается по графикам, что ставит под угрозу жизни крымчан, считают правозащитники. Мы обращаем внимание на положение людей, пациентов, которые зависят от определенных медицинских аппаратов. В первую очередь, это аппараты искусственной вентиляции легких, так называемые аппараты искусственного дыхания, и аппараты для, так называемые, инкубаторы для детей. Это новорожденные детки, которые, если имеют определенные сложности со здоровьем, при рождении не помещаются в специальные инкубаторы, которые постоянно зависят от электричества. И это, конечно, особые категории пациентов, которые требуют постоянного электричества и находятся в серьезной группе риска на сегодняшний день. О равной ответственности Украины и России за ситуацию в Крыму в условиях блок-аута говорит и руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров. По его словам, в случае судебных разбирательств на Украину может лечь часть правовой ответственности за ситуацию в Крыму. Сейчас же она несет полную политическую ответственность за происходящее. Всегда возможно проводить гражданские акции без нарушений прав человека. Если подходить к этому с умом и не допускать действий противоправных. У блокады есть очень много недостатков, которые, я бы сказал, полностью нивелируют все достоинства и идеи данной акции. Правозащитники считают, что Украина полностью несет ответственность за массовые нарушения прав человека участниками гражданской блокады Крыма. За время проведения акции на админгранице были зафиксированы многочисленные незаконные досмотры частных автомобилей, изъятие личных вещей граждан и препятствование их свободному передвижению, а также нарушение прав журналистов. Сами участники акции об этих фактах говорят так. Да, есть небольшие погрешности, но вы меня извините. Мне знаете, что поражает? Вот мы видим большие ошибки, которые допускаются, коррупция и все остальное. А вот это, по сравнению с этим, мелочь. Я не говорю, что можно нарушать права кого-то бы ни было, нельзя этого делать. Но, увы, бывает и такое, не без этого. Пусть государство сделает все это нормально, как должно быть гарантом, и не будет тех ошибок, о которых вы говорите. Глава адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров с такими аргументами не согласен. И уверен, что украинские власти обязаны вмешаться в ситуацию и начать выполнять свои функции. В западной политике однозначно отрицательно высказываются о блокаде, и она не идет на пользу международному имиджу Украины. Украина показывает себя как слабое государство, оно не приняло ни одного законодательного акта на этот счет, оно не проводит эффективное расследование. Какие-то ремонтные работы ведутся или не ведутся, непонятно. Поэтому Украина в этом смысле, может быть, точно будет обвиняться в политическом плане и частичную ответственность может нести и в правовом. Деятельность активистов гражданской блокады Крыма, которые не смогли добиться озвученных ранее цели, может пригодиться в законодательном поле, говорят правозащитники. В Хельсинском союзе по правам человека уже к концу года обещают представить пакет законопроектов относительно взаимодействия Украины с оккупированным Крымом. В организации отмечают, гражданская активность понадобится для лоббирования реализации этих законодательных инициатив в органах власти. Называть новорожденных крымских мальчиков именем «генератор» предложил так называемый председатель оккупационного госсовета Крыма Владимир Константинов. Такую идею он озвучил на внеочередной сессии госсовета, пишут местные СМИ. Говорил о том, что чрезвычайная ситуация на полуострове породила массу тематических шуток. Про детей мы тоже наслышались, что девочек называют светами. В госсовете возникло совершенно оригинальное предложение мальчиков называть генераторами. Будет очень хорошее имя – генератор Иванович, сокращенно Гера. Совсем неплохо. Напомним, недавно в Керче четырех девочек, родившихся в течение двух дней во время блокаута, назвали светами. Ну а в октябре 2014 года в Екатеринбурге новорожденного назвали Крымом в честь аннексии полуострова Российской Федерации. Торгово-промышленная палата Украины совместно с международными инвесторами разыскивает перспективные стартапы. От 20 тысяч до 2 миллионов гривен дадут тем, кто предложит лучший бизнес-проект. На встречу знакомства 3 декабря приехали общественники, руководитель Международного института менеджмента Богдана Гаврилишин и президент Киевской торгово-промышленной палаты Николай Засульский. По его мнению, развитие бизнеса тормозится из-за коррупции, а борьба с ней идет очень медленно. За два года Украина показала минимальное улучшение своих показателей. Было 144 место по коррупции, а сейчас 142 место. Мы почти не срушились за эти два года. Примерно 50% бизнеса до этого времени находится в тени. Все условия возможного финансирования пока держат в тайне. Но точно известно одно – в приоритете вынуждены переселенцы – предприниматели из Крыма и Донбасса. Глава крымской диаспоры Анатолий Засоба считает, что сейчас можно говорить о новой волне внутренней миграции из-за блэкаута. Выезжают молодые, образованные и амбициозные люди. Он отмечает, что им зачастую нужно не так много денег на развитие своего бизнеса. По нашему опыту, даже начиная с 10 тысяч гривен, люди могут найти для себя какое-то занятие и начать свое небольшое дело. В среднем 50-100 тысяч гривен – совершенно небольшие деньги для того, чтобы создать рабочее место для предпринимателя, который обладает какими-то навыками и может начинать уже зарабатывать. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в проекте на двухдневный семинар 19 и 20 декабря. По его окончанию лучшие проекты будут участвовать в конкурсном отборе.